здравствуйте дорогие друзья меня зовут ольга я живу в лондоне после 60 лет можно ли им заниматься если да то как что такое после 60 лет с проникновением или без проникновения только объятия поцелуй и все и вообще можно ли говорить после 60 лет это же запрет на тему это же позорище какой это же стыдно так как 60 лет это же уже бабка какой бабки после 60 лет сиди бабка дома 60 летняя смотри свои сериалы только новости не смотри потому что они плохо влияют на пищеварение а если есть внуки то занимайся внуками чтобы польза от тебя какая-то была а если внуков нет заведи себе собачку и гуляй с этой собакой каждый день для здоровья полезно очень хорошо а если совсем уже больная немощно и за собакой не можешь смотреть ни за детьми тем более тогда вот выползи на улицу сядь на скамеечку рядом со своим подъездом и стань таким вот местным пинкер тоном следи за соседями собираем информацию и рассказывая обо всем местному участковому почему же нельзя говорить с почему стыдно говорить после 60 лет известный американский публицист журналист тимати синглтон объясняет это так а все потому что миром правят молодые люди молодые люди имеется ввиду люди от 35 до 40 лет а в таком возрасте люди обычно ненавидят стариков тошно противно и отвратительно слушать что у стариков еще может быть из ну старики это мужчины и женщины после 60 и после 70 лет и вот эта ненависть это отвращение и это презрение вот у них это в крови они об этом говорят и поэтому пожилым людям как бы стыдно об этом говорить молча помалкивают тимати синглтону стори американская публицистка его землячка джейн флейшман у него вообще там целый канал она рассказывает обо всем об этом она учит людей как раскрепоститься она внушает людям что после 60 лет жизнь закончилась она продолжается поскольку это показатель здоровья человека то она наоборот поощряют людей давайте занимайтесь не стесняйтесь но мы все стесняемся говорит джейн а почему а потому что детство наше там молодость пришла на 60 и 70 годы а тогда слово на букву с было под запретом было стыдно вообще об этом говорить мы все стеснялись вот такие были пуритане но я не знаю как там американцы 60-х 70-х годах наверное это какие-то квакеры религиозные семьи ну в общем джейн утверждает что да наше поколение шестидесятников семидесятников было такое вот очень пуританское и скромное а сейчас когда совсем уже состарились до 80 лет как у нас даже такого слова на букву с не знаем его в нашем лексиконе нет и вообще стыдно девушке об этом говорить а вот в англии совершенно другая история английский публицист джо миллер он вообще говорит что раньше мы с женой занимались регулярно любовью 5-10 раз в неделю но сейчас нам обоим уже за 60 поэтому два раза в неделю жена иногда недовольна но что я могу поделать это физиология хотя вот я обсуждаю со своими друзьями ровесниками некоторые даже мне завидуют два раза в месяц два раза в год два раза в неделю да вы рекордсмены какая же счастливая и везучая у тебя жена еще один англичанин хонбилл но это не его настоящее имя конечно это его псевдоним и вот он ведет свой канал даже на ютюбе у него там очень много подписчиков и он говорит мне 80 лет моей жене 70 с хвостиком и мы активно занимаемся вот этим действием на букву с регулярно да еще как и с проникновением и саргазмом и поэтому мы такие здоровые живые и счастливые и не собираемся останавливаться на достигнутом и у него очень много фолора кто за ним следует следить за его каналом вернее за его жизнь берет с него пример с него с его жены другая англичанка опять же у нее псевдоним смоки ники она говорит хватит заниматься после 60 это стыдно это позор с одной стороны вроде бы хватит но с другой стороны с правильной стороны нет не надо нужно этим заниматься и мы занимаемся и мы счастливы и мы вообще мы поколение baby boom родились 60-е годы наверное в конце 50-е годов то есть во время эволюции которая была в англии 60-е годы петлы когда все кругом гуляли когда был именно показателем здоровой радостной счастливой жизни мы были свободными мы занимались любовью где только можно мы никогда не сидели тем более по вечерам дома мы всегда куда-то ходили на какие-то party мы встречались возле бассейна о с кем-где с кем контроля особого не было вот поэтому и был такой baby boom причем была такая фишка baby boom вообще это эволюция она же была не только в лондоне а по всей англии включая и сельские районы а в селе ну скажем так бы на английской ферме тогда было особым шиком особой изюминкой заниматься любовью в тракторе любовь в тракторе ну что может быть шикарнее и романтичнее а в лондоне самые излюбленные самый шиковый вид транспорта для занятий любовью была мини мини машина знаете это такая мини в честь вот этих мини юбок маленьких коротких юбочек у девушек вот это была такая с машина мини смоки ники рассказывает мне и моему мужу 68 лет мы ровесники и мы поддерживаем конечно отношения с нашими друзьями мы всегда с ними все это свободно обсуждаем какой позор какой стыд но это же настолько естественно на этом настолько классно это показатель вашего здоровья к сожалению у ее мужа обнаружили диабет и когда он пришел нам сдавать кровь на анализы то медсестра его спросила извините пожалуйста у вас наверное проблемы сейчас потому что у вас диабет в ответ на это замечание ее муж расхохотался потому что проблем у него никаких нет и жена конечно этим гордиться и вообще мы сейчас занимаемся да конечно регулярно любовью и сейчас для нас приобрел совершенно другие формы мы стали более раскрепощенными не надо бояться нежелательной беременности не надо бояться что дети маленькие вдруг неожиданно ворвутся в вашу спальню мы живем вдвоем мы можем заниматься любовью где угодно как угодно как долго ну трактора рядом нет мини машины тоже но мы любим заниматься скажем на кухне на кухонном столе либо вот в living room в гостиной на диванчике и все это классно и все это здорово и поэтому у нас такие здоровые шикарные отношения а что вы думаете об этом стыдно ли заниматься после 60 стыдно ли обсуждать какие-то проблемы если они у вас возникли с этим словом на букву с пожалуйста ставьте лайки этому видео пишите ваши великолепные комментарии подписывайтесь на мой канал и до новых встреч с вами пока пока